Опа-лячки! Опа-лячки! Понятно! Спасибо! Всем спасибо! Всем здарова, дорогие друзья! Мы, как обычно, играем на четвертом сервере. Я не понимаю, почему у меня так? Почему я появился на вокзале на четвертом, я не могу понять. У меня же есть дом, с которым меня не могли выселить сто процентов, потому что если бы выселили, я вот чего, кстати, и боялся. Давненько я не платил за хату, сейчас быстро залетим. Заплатим. Так, кот, твою ревизию, блин. Что за чемоданчик у тебя в руках? Армичек подошел. С бабками? В Госдуму собрался. А, ты на 12-й на вокзал приехал? Бабки накопил наконец-таки? Да-да-да. Вот это хорошее. Пора валить отсюда. Слушай, а нету, да, такого, по-моему, и нельзя так делать, там, по серверам, типа, деньги, да? Туда-сюда. Раньше можно было переубледить, потом запретили. Не, ну это логично, конечно, чтобы, ну, запретить, чтобы запретить. Ну-ка, давай, быстрее. Эй, ты, ты! Тут этот домик прошли напротив твоего дома на 12-м. За сколько? За 40 лямов, что ли? Штатается коротом. Ага, 40 лямов. Ну, мы, помнишь, за 35, блин, увидели. Ну, да. Ну, ладно, пофиг. Ну, там, в чем прича страшно, Бадзер. Рядышком с Бадзерей, типа, это сделать. Резву. Ребят, всем вот этим пацанам я передаю огромнейший салам. К сожалению, на 4-м сервере не смогу зачитывать вас, зачитая на 12-м. Кто вбивает мой ник перед регистрацией, Паша Пэллс, вот. И кто вбивает Паша Пэлл на 12-м, ник перед регистрацией. Ну, про бонус тоже не забывайте, дадут вам хорошие денежные бонусы. Давайте снимем ништячочки. Благодаря вам, ребятушки, я здесь зарабатываю 8 миллионов 200 буквально там за неделю-полторы. Огромнейшее вам за это спасибо, респект большой. Это очень приятно, то, что вы залетаете и вбиваете мой ник перед регистрацией. Ну, а я тем временем чуть не просрал свой дом с гаражом. Давайте посмотрим, что у нас за дом. Платить за дом 8. 8 дней оплаченных, поэтому... Ну, еще на самом деле не на волоске. Но неприятные могли быть неприятности. Это самое. Погнали, побыстренько прошурнемся. Там что нового покажешь, что здесь на 4-м произошло. И на 12-й перескочим. А сколько там было осталось? Три. Три дня. Ой, бля. Да ладно, шучу. 8. А помнишь, один день был как-то? Один день. Это вообще жесть. Было, да. Было жестко, неприкольно. Было, блядь, жестко. Можем тяпнуться 5-9-2, там какая-то суета. Давай, давай. Кого лечить, ребята? А, так он Колян, блин. Я думаю, что за тип непонятный Армен. Это, видимо, Колян. Так, давайте хп себе повысим. Зашибись. Я еще не могу выйти. Ладно, хп 24-4. И почему-то до 100. Ой. А так можно было? Слышь, Дим, а ты заметил, что вот я не могу себе до 100% уровень здоровья повысить? Тебе надо вылечиться. Я твой фанат. А, больная. Надо покушать, наверное, да? Или чисто вылечиться? Не, не покушать, там таблетки надо принимать. Это после зимнего обновления. Это чей такой гелик жесткий? Твой? Да. Нифига себе. Винил такой, чисто столешница. Крутая. Прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это кортеж. Ой, что за номера? Что за номера? Слушай, броня. Блин, комбинированный винил. Классно вообще. А это винил какой-то задорого или что это? Ну и номера, я могу сказать. Что-то номера какие-то так себе. Обидный. А, да, да. Нет, такая заглушка. Я бы переклеил. Они в этом самом включнице, там, где переключатель скоростей. Где-то там. Но они, короче, в крузаке, по-любому. Нету. Тут единственное, я вот бардачок открыл. Тут бабки, просто говорят, бабки. Ну да, там, пускай лежат. Ты вечером тачку, да, привезешь? Ну, вечером, да. Я там где-то часов в десять приеду. Ага, давай. Ты что, мы тебе здесь будешь или в Калининграде? Да я в Калининграде. Да я в Калининграде, по-моему. А что, я сейчас пока доеду, она вся в муху. Ну, в муху, да. Ну, я еще поеду на базу, чтобы пропали, сможешь, все, в бутер, опять. Ну, смотри, можешь тряпки хорошие взять, там, чистые какие-нибудь. Ну, блядь, у меня на самом деле не осталось чистых тряпок, надо все выстирать. Ну, все, давай, на связи. Давай, давай, давай. Че, куда едем? Сейчас в базу едем. Я по твою дивизию, блядский. Надо по обыренькому залетать снова. Маша, брат, поломолета. Здорово, здорово, братишки, как дела у вас? Маша, пербор, брат. Я пер на театр, а я тебя вбиваю, Дим. Не, не, не. Погнали с нами, грузитесь, пацаны. Передай мне привет, передай. Давай, говори, какое имя у тебя. Передай мне, Паша, привет, Диме Прешкову. Диме, Диме Прешкову, передай привет. Немножко не так, брат, спасибо, Пашка. Лучший брат. Спасибо, брат, спасибо. Да, ну нахуй. Наконец-то я увидел Пашу, это просто моя мечта, Пашка лучшая. Слушай, а где хата, Дим, где хата находится, которую ты присмотрел на 12? Так, проверим дом на четвертом. Давненько я не был тут у себя на родине. И я сразу хочу изменить этот самый, ну-ка, как оно называется, хома, наверное. ТП, ТП. Лучший дом, не-не-не, не здесь, не здесь, спавн хом, наверное. Особняки, банды, в доме на колесах. Хочу, не в доме на колесах, чтобы у нас в личном доме. Чего появится тут? Ништяк, блин, как удобно. Как удобно. Поехали на базу тоже, съездим, прокатимся. Слышишь? Давай, какой это самое? Имя, имя какое? Короче, блин, просрал МАЗ для стройки, прикинь, Дим. Восьмитонник. Такой каратыш МАЗ, офигенный. С номерами В, 222, ВТ. За 200 тысяч МАЗ, прикинь, всего лишь отдавался. Ну, там по мотору чуть-чуть надо было поделать его, и все. Для стройки бы капец, как пригодился бы, блин. Просрал, не успел купить. Слушай, помнишь, ты говорил, там этот ЗИЛ, не ЗИЛ, нашел за 150. Я видел, да, я его нашел за 150, этот ЗИЛ, но он просто, типа, как вагонетка. То есть, это кран с вагончиком. Ну, типа люлька, кран с люлькой, точнее. Вот, там, не просто кран, вот, кран бы нам тоже нужен был бы, блин. Но, вот этот, как он, господи, ну, я сейчас, короче, покажу. Все равно видос снимаю, сейчас я пацанам покажу, как он выглядит. Пацан, ну, прикинь, как было бы скучно жить на самом деле. Ну, по пацану, ты же стараешься для нас. Да, конечно, в этом-то вся и причина, что хочется увидеть там такие движники бешеные, вот это и движет всему. Ну, я уже одну машину, тем более, продал ради стройки. Нет, короче, ну, тачка мне обошлась всего в 2 миллиона. Вот, я хоть и покупал ее за полтора, вложил еще 500. И мне пришлось ее продать за миллион шестьсот пятьдесят. Беха восьмерка. Да, Беха восьмерка, красава. Я уже рассказывал. Пацан, а вот когда стройку закончишь, какую машину я хочу купить? А у меня денег не будет, когда я закончу стройку сто процентов. У меня их и так толком нет. Я, видишь, приходится машины продавать. Я сейчас вообще не знаю, ну, по-любому, мне придется опять снова какую-то машину продать, а я не знаю, какую. Вот, что посоветуете, что продать? Робина, Роуфрой. Ну, да, этого жука не жалко богатенького ричи. Пацан, а номера себе оставишь? Ну, номера, номера думаешь легендарные, да? Ну, такие, знаешь, сколько они стоят, то очень жесть. Ну, я думаю, никто их не купит уже за столько денег. У нас, видишь, в Калининграде не готовы люди отдавать столько денег за номера. Это Рома такой богаче, то он может себе подарить. Не, ну, понятно, но Rolls-Royce-то я не могу продать. Ну, помимо этого, что можно продать? Кого? Сикачка. А сикачка, это что там, блин, 400, 450, ну, 500 тысяч в лучшем случае. Они вообще погоды не сделают для стройки. Это вон, даже плитку не купить толком. Хаммер? Хаммер ляма полтора, ну, Хаммер вообще жалко. Это Хаммер, знаешь, как это? Это как огромный чурок вздутый. Он на нем, на нем капец. Ну, по сути, как бы да, по сути, да. Но его ценник где-то ляма полтора. В таком состоянии это минимум, потому что он в очень хорошем состоянии. Не, Хаммер тоже нет, не могу. Ну, Мустанг точно нет. Мустанг легенда, как я могу легенду продать, блин. Пойдем, пройдемся до актового зала. Воор, три шестерки. Блин, ну как жалко я ее мою массу этот профукал за 200к. Ну, на самом деле водителей бы не хватило. Водителей бы не хватило на все. Ну да, уже не просто бригада, уже строительная бригада. Так, а где актовый зал? Да, там. Вон, это направо. А, я думал на первом этаже. Что, давайте красиво усядемся на стульчике. Красиво усядемся как-нибудь. Я могу... Или на сцену, ну-ка, сейчас попробую сесться. Паша, передай привет. А ты напиши свое имя, я передам. Я могу, короче, встать на сцену, а мы сядем. На Рыковую гору передай привет. Не, лучше на сцену, мне кажется. О, хорошо сижу. Че, пацаны, ну какие дальше варианты, че продать можно? Продай этот Геттер Ганнибалу. А у Ганнибала денег нет? Я, конечно, не знаю, че у него там по этим всем камушкам. Я туда не лезу. Но мне кажется, у него нет денег. Если он на этом Купере ездил. Ну, Купер заряженный, Купер самый мощный. С-версия там какая-то. А Геттер сколько стоит, как вы думаете? Пацаны. Слушай, их с натуре. Можешь X5. Блин, X5 для семьи нужен. Ну, вообще, на самом деле, сейчас крузак сделался. Я вот на нем сейчас рассекаю. А вы... Ну, блин... Я, кстати, на телегу твой подписан еще, когда ты на Кавказ ездил. А, души, ништяк. Сейчас выкладываю. Смотрите, пацаны, эксклюзивчик небольшой. Буквально две минуты. А, что, продай. Зайки, делай чай. Ой, это кто у нас тут пришел? Ребята, с вами тут хочет поздороваться один человек, который сейчас мне подскажет, что мне нужно делать для того, чтобы продолжить мою стройку. Ну-ка, поздоровайся. Салам-алейкум, братва. Узнали, нет. Это кто, пацаны? Что за старый пес? Твоя братшишка. Салам-алейкум. Ну-ка, еще раз попробуй поздороваться с пацанами. Еще раз, пацаны, вторая попытка. Салам-алейкум. А, блядь, Ромаха, здорово. Рома. Держи. Короче, все. Рома вот привез бабки. Пацаны, Рома привез бабки на стройку. А ты как здесь оказался? Ну, заехал, что, отдать кассу. Короче, Рома на стриме, можно сказать. Выходил тот самый Круглый, Вадим. Тут же, да, тоже вывез тут, все было. Не было здесь, да, Вадима? Ясно. Кстати, знаешь, что я хотел спросить? Это ваш гараж? Оренбин. Вот эти номера. Это откуда он? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова